У тебя есть товар, ты должен продать. Для того, чтобы продать, ты должен захватить чье-то внимание. Но внимания захватить невозможно, потому что конкурировать со всеми этими, человек еще глаза закрывает, еще у него рекламная слепота, и он еще тебя блокирует, и еще твои конкуренты забивают пространство, еще политики вмешиваются, и ты должен в этой войне отхватить кусочек внимания потребителя. Почти невозможная задача, особенно для малого и среднего бизнеса. И единственная ситуация – это создать сообщество. А чтобы создать сообщество, ты не идешь в лоб на рекламу, ты начинаешь формировать стиль жизни вокруг своего продукта. Ты начинаешь писать истории, ты начинаешь писать интересный контент, ты начинаешь воздействовать на интерес. Сначала ты берешь какой-то интерес и вокруг него, например, ты продаешь рюкзаки, и ты начинаешь рассказывать интересные дорожные истории, командировочные истории, дорожные истории. Это уже стори-теллинг, красиво рассказываешь, Такой-то смешной случай произошел в дороге, так-то, так-то. Потом пишешь, публикуешь там чек-листы, когда вы собираетесь в командировку. Даете больше пользы. И вокруг вас постепенно собираются люди, которым интересна эта тема. И вы собираете, собираете такую аудиторию, которая интересуется только поездками, командировками. Там вы делаете обзор аккумуляторов дорожных, делаете обзор рюкзаков, делаете обзор сумок, зубных щеток и так далее, плюс чек-листы, принципы и так далее. Людям это нравится, люди собираются. Со временем у вас формируется бесплатное сообщество, аудитория, где вы начинаете продавать сначала чужие товары. Лучшие рюкзаки, лучшие сумки, еще что-то дорожное. А потом начинаете продавать уже свои. Таким образом, сейчас логика такая. Сначала создаете сообщество, потом создаете товар под сообщество. А раньше было, создаем товар, потом появляются фанаты этого товара, вы работаете с фанатами этого товара. Которые еще продолжают помогать улучшать этот товар, да? Да. Ну, сейчас ты создашь товар, а куда продавать? Внимания нет. Поэтому сейчас первичное внимание, товар вторичный. Вот почему сообщества так важны в современном мире. И куда идет тренд. И я рекомендую это. Сообщество, чем хорошо, оно... Ну, все потребности людей, в принципе, они универсальны. И в то же время сообщество — это безграничный океан. Мне говорят, а где взять сообщество? Я говорю, да их вокруг полно. Есть сообщество фотографов, которые делятся на сообщество никонистов и сообщество канонистов, которые никон любят аппараты, а это канон-аппараты. И они бьются друг с другом все время. Есть сообщество там андроидов, есть сообщество Apple. И они тоже между собой постоянно, да? Есть сообщество парашютистов, яхт-спорт, есть сообщество айронменов, есть сообщество рыбаков, охотников, путешественников, альпинистов. Да вокруг одни только сообщества, на самом деле. Потому что человек не может существовать вне сообщества. Ну, вот тогда спрашивают, а в чем фишка? А фишка в том, что до этого у нас существовали сообщества, а бизнес существовал отдельно. А я сейчас говорю, тренд такой, что бизнес уже должен строиться на основе сообществ. Теперь мы женим сообщество и бизнес. И строим бизнес на основе сообществ. И это основной тренд, который сейчас в мире идет. И вот эти войны политической нестабильности только подливают масло в огонь в этого тренда. Это знаете, как до пандемии, например, очень мало людей доверяло интернету и покупкам в интернете. Я сам тоже с ресторана иду заказать или одежду, я не решался. После пандемии это стало настолько привычно. За время пандемии хорошо развились компании по доставке продуктов, по тому, что мерить, возвращать одежду можно и так далее. Сейчас я смело в интернете заказываю все. То есть пандемия только усилила этот тренд. Так и сейчас вот эти войны нестабильности, они только усиливают тренд сообщества. На создание сообщества. Получается, ключевая задача бизнеса сейчас не только привлекать с помощью маркетинга, внимания аудитории. Но и самое важное, как я понял для себя, это удерживать внимание внутри сообщества и вокруг этого бизнеса. Я так сказал, привлекать внимание с использованием интернет-маркетинга, это как раз я о том говорил, что сейчас это становится слишком дорого. Слишком дорого, невыгодно. Уже не каждый может это себе позволить. Кто уже набрал себе сообщество, тот да. А кто, мы же говорим про тех людей, которым только сейчас надо развивать бизнес, да? Поэтому идти по пути больших компаний, которые за рекламу готовы платить большие суммы, ну, вам не выгодно. Поэтому меняйте модель бизнеса. Отходите от модели товар, сообщество, улучшенный товар. Сейчас модель такая, сообщество, потом товар, который отвечает этому сообществу, а потом собственный товар, а потом улучшенный товар. Вот сейчас такая схема лучше работает. Я вот к этому подводил. Супер.